Доброе утро! В эфире семейно-развлекательная программа «Пока все дома», которая, как хорошо известно всем её зрителям, никогда не выкидывает никаких фокусов. Наоборот, она всегда бережно их собирает. И вот теперь, в результате этого накопительства, она готова поделиться с вами подлинными сокровищами своей коллекции. Так, уважаемые товарищи зрители, можно ли человека на таком расстоянии обманывать, чтобы товарищ не успел заметить, как я прячу эту платочку? Посмотрите, пожалуйста, внимательно, пощупает настоящий. Так вот, будьте добры, так и внимательно посмотрите, где же платочка. Вот так. А платочка, так, всё-таки его. Многие фокусники пытались повторить эти трюки, но специального приза за элегантность исполнения был удостоен только народный артист СССР Арутюна Копян. С уникальной коллекцией созданных им фокусов может соперничать только уникальные коллекции, полученных им же наград. Ведь только он носит почётный титул «Король международной магии». Арутюна Майкевич, вы времени не теряете даром. Я надеюсь, что не будем теряться и мы с вами. Программа «Пока все дома» просит вас быть особенно внимательными, ведь за одним столом с вами сразу два фокусника. Добро пожаловать в наш международный дом. Это действительно так. Ведь имя-то у нас международная. Да нет, не международная, она у нас многонациональная просто. И многонациональная, да. По форме. И по содержанию дома. Лидия Ивановна, кто отсутствует по уважительной причине? У нас ведь пока все дома называются. Ну, у нас отсутствуют внуки. Так. И отсутствует ещё сын. Лидия Ивановна, братики похожи между собой? Как две капли войдей. Глаза разные. Грязи сейчас уже говорят. Глаза у них разные. У этого мои глаза, а у того папины. А у того, к счастью, папины. А характеры? А характеры? Ну, характеры армянские. Что значит армянские? Восточные. Взрывные. Арутюна Маякович, к вам вопрос. Вы как отец двух сыновей знаете, как воспитывать сыновей? Есть какая-то традиция армянская, как сыновей отец должен воспитывать? Да. Ремень и пряне. Не перебивайте. Не перебивайте. Конечно, есть. Раньше я относился так, как нужно. По-ремянски. Строго. Строго. А когда прошло время уже, а Маяк и Артур мой. Но больше всего Маяк, он победил мне последние годы. И он уже, когда он был, я не мог так говорить с ним. Держали, что говорит, в ежовых рукавицах. А потом и заставили спать на гвоздях. Знаете, как армянскому радио задают вопрос, почему факиры, йоги, волшебники спят на гвоздях? Потому что с шурупов труднее подниматься. Нет, воспитывал он, конечно, строго. Ну, что значит с примерами, пожалуйста. С примерами? Ну, вы знаете, они беспрекословно подчинялись. Если он сказал, что дома быть не позже 10 часов, мальчики приходили вовремя. В районе двух как штык были ночью. Если он говорил, что нет, туда вы не пойдете, значит, они туда не ходили. Арутюна Маякович, ваш отец как вас воспитывал в детстве и историю своего детства? Расскажите, пожалуйста. Родился я в Турции. Об этом рассказать вам? Конечно, конечно. Вот, моя мама умерла. Армянка она была тоже. А в это время как раз Турки очень сильно... Но была турецкая резня. Да, резня была. И армяне бежали? Всех армян. И тогда мне отец ночью приятно взял меня и ночью пешком перешел из этого границы армянский. Но они бежали в нашу советскую Армению. Да. Там мне приехали знакомые, никого нет, ничего. Потом, значит, пришел немножко к себе, поступили в школу. Я закончил 12 классов. Четыре класса, по-моему, да? Нет, папуль. Ну, мам, ты помнишь? Да. Ну, в общем, я там... Ну, отец женился. У него была мачеха. Потом у него были сводные две сестры и брат. В 1937 году погиб его отец на строительстве. Его придавило плитой. После окончания, в общем, школы, никому не предупредил, ни отцу, никого. Я собралась и уехал до вокзала об Армении. Спросил, где Москва. Какой этот... Поезд. И этот поезд как подошел... Сел в поезд и поехал покаять Москву. Я, значит, ничего нет. У меня одеты, ничего вообще нет. Ни хлеба, ничего. Даже так сел. И я на третий этаж, знаете, раньше было. Я туда лег, которые проверяли, кто-то смотрит мальчиков. И они, значит, тихо так, ничего не сделали. Я сказал, у меня деньги, ничего нет. Я приехал, значит, в Курский вокзал. Там, конечно, из этого Курского вокзала я никуда не выходил. Потому что думал, что здесь можно ночью остановиться, полежать там на этих креслах или где-то ночь. А если выйду, я забуду, где ты находишься, значит, я осталась бы. Поэтому я все время там из Курского вокзала выходил днем метров так сто или сколько обратно тут же туда, чтобы знать, что я должен где-то ночевать. Сколько дней прожили вы на Курском? Три месяца я там находилась. Эти женщины, которые выносят еду, которую не нужно выбрасывать, они мне давали, я так привык три месяца там. А потом? А потом что было? А после этого я каждый день днем ходил метров 200 обратно. Потом прибавлял. Он же приехал по путевке. Он забыл вам сказать, что он закончил в институте, то есть в Ереване, строительный техникум. И по комсомольской путевке его направили учиться в Москву. Продолжать. Приехали учиться дальше строительной профессии? Он нашел эту улицу Казакова, потому что от Курского вокзала как раз он наконец пришел от Курского вокзала на улицу Казакова, где был институт геодезии и картографии. Это его землеустроительный институт, куда его направили. И там в этом институте висит Арутюна портрет. Лучший студент. Нет, почетный. Почетный студент. Его каждый год приглашают туда. Как же жизнь дала такой поворот, что... Ну, это долгая история. Мы не у великого строителя в гостях сейчас, а у великого иллюзиониста. Мне хочется сказать, я когда учился, я интересовался фокусами. А почему фокусами? Почему именно фокусами? Потому что я видел, там показывают, и мне очень понравилось. Он однажды увидел выступление иллюзиониста. Я ходил, знал, где находится, где выступают артисты, фокусы показывают. Я там, где ключные дырки есть, я оттуда все время смотрел. Замочная скважина. Мне не пускали туда. Вот туда. За деньги надо было. А мне откуда деньги? Я все время сидел, сидел. И коротко, для того, чтобы вы поняли, я познакомился с этого артиста и говорил, я им с ним обращался, я говорю, знаете, я очень люблю фокусы. Если можно, разрешите я ваши... А у него ящики, сосуды, я тащил домой. Говорю, мне деньги не надо. Только пропустите мне, я посмотрю, как это вы делаете. И говорю, покажите мне так. Конечно, я фокусником никогда не буду. Это очень сложная вещь, маленький фокус. Ну, он что-то мне дал, там мелкий, ящик маленький там. А маяк очень, конечно, слушаться это трудно, потому что он уже неоднократно слушал. Я первый раз слышу эту штуку. Да. Ты мне никогда не рассказывал об этом. Вот видите. Да. Значит, я потихоньку так и стал сам-сам выдумывать, сам и сделать. И пошел на это, видите. Очень много работал я, мне по 18 часов. Вначале были очень примитивные фокусы. Постепенно, постепенно он шел, шел, шел. И дошел. До того, что стал делать фокусы безо всякой аппаратуры. То есть голыми руками доставая предметы быта прямо из воздуха. А в том, что здесь нет никакого мошенничества, смогли лично убедиться зрители 96 стран мира. Арутюна Копян был первым советским артистом эстрады, который с 56-го года непрерывно выступал на лучших сценах и в лучших варьете мира. Когда такие руки у кормильца, то ими нельзя рисковать, нельзя заставлять его прибивать что-то, пилить. Не дай бог носить тяжести. А у меня две руки. На что? Ведь все здесь сделано моими руками. Ни одного гвоздя папочка мой не вбил. Он все умеет. Я все... Нет, у меня все то, что я делаю, он полностью со мной согласен. Даже в кабинете. Я говорю, вот это нужно так поставить, это так, это так, это так. Приспосабливайся. Единственное, он просил повесить, чтобы зеркало висело. Что везде зеркала, потому что... А для чего зеркала? Очень важно. Обязательно. Нужно обязательно всегда видеть себя. Как делаются трюки. Непременно. Оттачивает свое мастерство, он всегда один, он там закрывается и химичит, там колдует. Как видите, маэстро ничего не скрывает. Он охотно демонстрирует те самые приемы, освоив которые каждый из нас с вами сможет стать великим фокусником. А ведь было время, когда и он этого не умел. А вот еще раз посмотрите. И вот так каждый день по 16 часов. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Конечно, трудно, мучительно, скучно, но что делать, надо себя заставлять. Вот вы же, например, каждый день заставляете себя смотреть то, что сейчас будет? Программа «Пока все дома» вновь приглашает вас к столу. Хозяева, кстати, уже засучили рукава. Им и карты в руки. Мягче, мягче. Кисть руки, правые руки кисть. Вот так, хорошо. Так, изящные, еще изящные как можно. Хорошо. Ну, теперь покажи, пожалуйста, на Микулясе. Вот так, вот, хорошо. Так. Угу. Так. Кисть, кисть руки, кисть руки. Хорошо. Спасибо. Безусловно, папа меня всему учил с малолезом. В 6 лет я уже выходил в цедри и показывал незамысловатые трюки. Это было смешно, это было наивно, это было, наверное, трогательно. Изо рта доставал какие-то шарики немыслимые. Задыхался, плевался, с следой исходил. Первые трюки свои показывал на елке, помню, в школе. И был у нас карнавал. Я появился в костюме мыши, показывал какие-то трюки и не мог понять, почему все смеются. Я так серьезно в костюме мыши показывал, там, трюк с матрешкой, которая исчезала и появлялась. А все смеются. Оказывается, все было очень просто. Меня тут же разоблочили, несмотря на то, что я был в маске и в костюме мыши. Я одел костюм задом наперед, хвостом вперед. И это вызывало улыбку у людей. И я понял, что да, трагика из меня не получится, а комик должен получиться. Вам хочется песен? Их есть у меня. Главное, ведь все по закону. Доброе утро. Здрасте. Доброе утро, господин Топорникоз. Здрасте. Бери кинжал, иди к ней, вырви признание силой. Узнай роковое имя, найди врага, откликни его один раз. И когда вернется, застрели его шесть раз. Вот так с фокусами, танцами, песнями и выстрелами Амаяк Акапян снялся в 35 художественных фильмах. Фильмов могло быть гораздо больше, но тогда было бы меньше концертов, которые он дал в 58 странах мира, победив на пяти международных конкурсах. Кстати, он единственный артист, получивший специальный приз за пластику. Такого нет даже у его отца. В свободное время Амаяк написал 9 книг об искусстве фокусов, окончил ГИТИС и поставил 15 эстрадных программ, успевая при этом вырезать из дерева то, что вы сейчас видите. Естественно, что за все за это он стал необычайно популярен в среде профессионалов. Я помню, когда я снимался в картине «Возвращение Бадулая», играл цыгана Павла. Здравствуй, Бадулай. Меня стали узнавать всюду. На Павелецком, на Хурском цыгане бросали свою клиентуру. Девочки-помада, девочки-помада побегали ко мне и говорили, «Чавеллы, сын Бадулая, сын Бадулая, сын Бадулая, иди сюда, иди сюда». Я всегда их, конечно же, обходил стороной, потому что среди них, среди цыган было гораздо больше иллюзионистов, и с ними вступать в эмоциональный контакт было очень сложно, и я никогда не вступал. Но если вдруг меня судьба с ними сводила, то постоянно просили, помоги, расскажи, как это делается, вот как спрятать, как обмешурить. Я говорю, да вы что, ребята, чему я вас могу научить? Вы корифеи, мастера в своем деле. А мы не можем сейчас за столом что-нибудь? У вас есть какая-нибудь, я извиняюсь, купюрочка? Купюрочка? Ух, не знаю. Ну не можно, в долларов сто желательно. Друзья мои, и мы все говорим, что мы плохо живем. Пятьсот рублей. Когда выйдет эта передача, это будет уже не пятьсот рублей. Да, конечно. Разве? Так меняются времена. Так, я прошу вас, пожалуйста, посмотрите. Это деньги Тимура. Да. Сейчас я на ваших глазах, друзья мои, возьму эту бумажечку и проткну вот так вот, элегантно, изящно. В таком состоянии, в таком состоянии, в таком состоянии вашу, в таком состоянии вашу купюрочку еще примут, конечно. Зря я дал, жалею искренне. Нет, в таком еще состоянии ее примут. Ну вот, ее примут, конечно же, примут в банк. Но вот в таком, я извиняюсь, уже никогда. Что же без дырки? Прошу. Не мираж, не аберрация, а приятная грацинация. Бис кричать не будем. Быстро прятать. Всем, чего достигла эта семья в жизни, она обязана исключительно ловкости своих рук. А вот программа «Пока все дома» наоборот. Ловкостью своих очумелых ручек она обязана только и исключительно многомиллионно рукой семье своих телезрителей. На основании медицинского освидетельствования одним из основных жизненно важных органов человеческого организма являются очумелые ручки, которые на основании этого стараются привить этому самому организму свои жизненно важные навыки, в числе которых приспособленчество. Очередную прививку этого самого вышеназванного вам сейчас сделает народный очумелец-рационализатор-приспособленец Андрей Александрович. Бахметьев. Описание универсального устройства для откачивания различных жидкостей, включая краски, масло, воду, в том числе и не питьевую, пришло к нам из города Киева от семьи Зубко. Само приспособление изображено вот здесь вот и представляет из себя не что иное, как стеклянную банку, полиэтиленовую крышку, в которую герметично вживлены два шланга. Или патрубка. Один длинный, вот такой вот, желтым цветом обозначен, и другой короткий, прозрачным цветом обозначен. Как все это выглядит на самом деле, мы вам сейчас покажем. Итак, вот она, эта полиэтиленовая крышка, вот это у нас длинный шланг, герметично вживленный в эту крышку, а это совсем коротенький. Причем этот коротенький мы взяли и сделали из горлышка от флакона, вот такой, и закрепили крышкой. От того же флакона. Почему мы акцентировали внимание на этом моменте? Дело в том, что к вот этому короткому патрубку как раз нужно будет подключить шланг от пылесоса. Любого пылесоса. Абсолютно любого. Абсолютно любого, работающего. Вот, и здесь у нас мы подобрали диаметр флакона таким образом, для того, чтобы это все произошло очень герметично. Вот, теперь сама банка стеклянная. Так как диаметр нашего шланга очень большой, то производительность установки огромадная, и мы взяли, соответственно, большую банку, трехлитровую. На самом деле она может быть гораздо меньше. Все это вот так вот тоже плотно закрывается. Вот, и устройство готово к бою. Вот, это жилплощадь нашего персонажа. Сейчас мы обручируем потоп. Щедрее обычно происходит, да, вот. Что делают обычно в этих случаях? Размазывая слезы, тряпками собирают всю эту воду. Такой приличный потоп. Это те, кто не удосужился вооружиться этим уникальным устройством. Так. Что же делают, кто удосужился? Так. Как вы заметили, устройство в боеготовность приводится молниеносно. А дальше, ну, начинаем. Остатки воды обеспечат необходимую влажность. Только что поставив на вооружение всей страны вот этот уникальный, покажите его где он, уникальный агрегат. То есть, новейшие средства спасительной техники, очумелые ручки тем самым подтвердили древнейшую пословицу. Спасение утопающих – дело очумелых ручек самих утопающих. Из газеты я отрезал небольшую полоску. Продолжаем наши фокусы. Здесь никаких секретов, конечно, нет. Членов жюри, а также зрительный зал удивления были в виде такого номера. Я эту полоску взял на ножницы, как вы заметили, и отрезал середину. Для того, чтобы вы убедились, что действительно я отрезал середину, я еще раз вот так отрезал. Членов жюри и весь зрительный зал убедились, что полоску я отрезал пополам. Но оказалась полоска пополам. Я еще раз отрезал. И членов жюри убедились, что действительно полоска по-прежнему. Ведь какие-то легенды ходили, что у Акопиана руки вообще резиновые, внутри там спрятано куча всего, что он достает из пальцев, из-под ногтей, неизвестно откуда. В Барвихе, когда он выступал перед Брежневым, там была профессор Лепешинская, после выступления она подошла и говорит, «Деточка, покажите ваши руки, вы должны носить золотые перчатки». Вот то, что сказал Лепешинская. Вот я хотел вообще кусочек рассказать про этот… Он очень любил. Кто он? Брежнев. Брежнев очень любил это. И говорит, в детстве мое, которое было, я очень ходил смотреть Фокси. Ну вот, мне получилось, что он мне сказал, что приходите ко мне на площадь, в которой находились там все. Я пришел туда, говорю, простите, пожалуйста, я артист такой, мне товарищ Брежнев пригласил. Они все удивились, как Брежнев мог его пригласить. Ну, они меня держали, я целые 24 часа там почти. Чуть-чуть не ночевал я даже там. На утро я, значит, поехал опять туда, и мне, значит, как два военных человека взяли и подняли на третий этаж, где Брежнев находится. Они дверь открыли, говорят, вот такой вещь. Он, как мне видел, встал и пошел вперед ко мне. Я очень любил, он очень любил Фокусы, в общем. Но ведь не только Брежнев любил Фокусы. Лидия Ивановна, наверное, тоже очень любила Фокусы, раз она в вас влюбилась и замуж вышла. Очень люблю. Нет, я Фокусы как раз не любила. Так расскажите, как это произошло? То есть вы пересилили нелюбовь к Фокусам? Да. Как это было? С самого начала, когда я увидела Руцеда Маяковича, ну, это было очень давно. Это, знаете, после войны приходили в школу, отбирали девочек, брали нас в актив колонного зала. И мы на каникулах помогали нашим массовикам по окончании этих елок. Каждому преподносили подарок. То есть вот из-за этого подарка мы 10 дней ходили три раза в день. Ну, так получилось, что несколько дней я заболела и пришла уже к концу. А Руцеда Маякович выступал в одном из залов. И девочки все время бегали и говорили, ой, там выступает факир такой с усами, в накидке, в афраке. Он всех гипнотизирует, он показывает такие Фокусы. А я не ходила, я боялась. Ну, и вот, когда мне не дали подарка, я ушла в уголочек, села и плакала. Ну, конечно. И вдруг девчонки ведут Руцеда Маяковича. Чаровея. И он спрашивает, девочка, что ты плачешь? А я ему говорила. На чисто русском языке. Мне не дали подарка. Он говорит, это поправимо. И достал подарок и подарил. Ниоткуда причем достал. Да. И что после этого произошло? Ну, все, и больше я его не видела. Подарок этот? Нет, вот этот подарок. А другой подарок, Мария. Подарок жизни не видела. А потом я училась в 10-м классе и работала секретарем в исполкоме. И пришли к нам две актрисы. Им что-то нужно было. И они меня пригласили на концерт. И сказали, вы такая красивая. Ну, что вы здесь сидите? Мы вас устроим. Вы будете и учиться, и работать ассистенткой вот в номере одного артиста. Так, так, так. Вот я подумала, наверное, это тот артист, который мне дал подарок. Конечно. Потому что других артистов для вас уже не существовало. И пригласили меня. И познакомили меня с Арутиным Амаяковичем. Он не узнал вас? Нет, я потом только ему сказала. Открылась. Да, я потом сказала. Но я ему сразу понравилась. Он сразу меня пригласил в номер. Я выходила на сцену так, знаете, для красоты что-либо. Ну, ты кое-что и показывала? Да, да. Что-то он меня научил. Я показывала там платочки. Все тайны своих иллюзий вам муж доверял? Или не все? Все абсолютно. Абсолютно все? Да. Мы же написали с ним семь книг. И я делала литературную обработку. Жена – это очень ответственная профессия. И очень емкая. Она вбирает в себя все. Я не только жена, друг, сестра, мать. Я на протяжении вот этих 45 лет я была и режиссером, и музыкальным руководителем. Она была хорошей певицей. Она пела классику. Но покойный Ерон приглашал матушку в театр оперетты. На Примадонну. На Примадонну. Да. Обожал ее. Да. Но как это можно было папе нашему, который воспитан в кондово-патриархальных рукавицах? Нет, ну я сразу решила для себя, что… Жму красавицу с шикарным голосом, с шикарной фигурой, совершеннейшую блондинку, с усаячьими глазами отдать в лапы каких-то театрам? А потом нам не была такая нагрузка, ведь в доме две звезды не могут быть. Обязательно один потянет одеяло на себя. Значит, я должна была поступиться своим искусством. К великому сожалению. Да, но я была рядом. Я благодарна ему, что он все-таки не дал мне уйти со сцены. Она пела здесь хорошо. У меня был классический репертуар. У меня были старинные вальсы. Не простые вещи. Репертуар демидуру, например. Она все пела в моих концертах. Но зато я всегда жила, как за каменной стеной. Я никогда не считала деньги. А что ты мне говорила вчера на кухне по этому поводу? Надо забыть. Не долупили. Это мое мягкое сердце. Это моя необыкновенная любовь к нему. Сейчас я попрошу Лялечку впервые в жизни. Прошу маму поассистировать. Тебе. Мне, да. И вас, о драгоценный алмаз моего сердца. Эту веревку. Так, вот за кончик возьмите. Теперь смотрите. Я сейчас на ваших глазах распилю сам себя. Этой веревкой. Так, руку. Нет, нет. Вот это да. Я забрасываю веревку сюда. Так. Всем хорошо видно. Вот. Веревку забрасываю вот сюда. За спину. И теперь произношу волшебные слова. Самое главное в нашем магическом деле это произнести мантрические заклинания. Сым срабим. Ахалай махалай. Ляльский махалай. Смотрите. И распиливаю себя. Бросайте конец. Бросайте Ляльский. И все. И на прощение программа «Пока все дома» с уверенностью заявляет. Стать волшебником может каждый. Сын волшебника. Шутка, конечно. Может каждый зритель программы «Пока все дома». Если каждое воскресенье легким движением руки в 10.30 утра вы будете включать свой телевизор, то вас, как самых дорогих гостей, будут принимать у себя дома самые известные артисты. Обязательно попробуйте в следующее воскресенье. Очень помогает жить.